петруха смотри 159 медальоны вот они какие-то жесткие тогда были еще все закрыто до хотя открыт голомар голомарда открыт да то что нет продуктов нет в голомар голоматься и куда пошла до там и даже еще все закрыты получается мебель на а мебельный центр интересно открыт у него же отдельный закрыт еще с 25 числа все откроется ну да мебельный центр то мог быть и открыт так что так погуляли с вами чуть-чуть я вам показала так ну что сбегала я в торговый центр за этими же сосисками хочу все же вам показать этот вкусный рецепт взяла сосиски нам понадобится 6 сосисок какой-нибудь бекон у меня варенок копченый но можно взять принципе и сырокопченый бекон и также любой сыр обычный твердый тоже абсолютно любой еще купила вот такой вот селедочки очень хочется сейчас с рыбкой ой с рыбкой рыбку хочется с этими самым с черным хлебушком и вот моя девочка сюда пришла я на я на как ей сегодня было жарко да моя радость пришла сейчас сейчас стало уже сейчас поздно сколько время 10 вечера прохладненько она пришла дышать у меня окно открыто дышать воздухом да и нося и нось и нось и носичка кто красивая девочка яночка кто красивая девочка кто красивая девочка да моя птичка да моя красавица и я вам сегодня рассказывала что не могла найти банку для своего компота посмотрите я ее купила не поверите где в магазине в общем нету банок есть банки только маленькие еще не сезон как бы консервации поэтому весь ассортимент банок еще не привезли и шла мимо пивного магазина представляете где магазин разливного пива увидела там висит банка представляете зашла говорю они могли бы вы продать мне банку для компота отдельно без пива молодой человек сказал да стоит 50 рублей я прикупила теперь у нас будет с вами компот из абрикосов в этой трехлитровой банке вот так мне повезло так что у меня теперь есть банка с закручивающаяся крышкой абсолютно чистая будем делать вкусный компот открыли селедку вот такая она вот в горчичном соусе в принципе очень вкусная по акции 59 рублей а так она сейчас стоит конечно уже практически больше 90 рублей да с вкусным вот таким черным хлебушкам нам для этого рецепта еще понадобится чеснок который надо натереть либо пропустить через пресс сосисках нужно сделать вот такие надрезы и сыр мы режем вот такими брусочками в разрез сосиски закладываем чеснок далее вот этот брусочек сыра тоже в каждый разрез вот так кладем и заворачиваю каждую такую сосиску с начинкой уже бекон ну и вот такая красота получается отправляю это все в духовку 180 градусов примерно где-то на 20 минут чтобы у нас сосиски приготовились сыр расплавился и бекон чуть-чуть поджарится конечно же ну и вот такая вкуснятина получается поверьте это очень вкусно просто безумно вкусно попробуйте так сделать по моему рецепту и вам очень понравится вы будете делать такие сосиски очень часто разделывала курицу представляете и моему возмущению нет предела вот я уже который раз возмущалась я уже в каком-то видео возмущалась на эту тему я взяла бедра я их уже разделала вот так они выглядят красиво кожу лишнюю я тоже сняла и посмотрите сколько отходов сколько отходов получилось вот с этих восьми небольших бедрышек я конечно все понимаю что как бы я и на разберу фирмы с бедрами и вот они настолько чистые что достаточно просто помыть и отправить на сковородку иной раз ничего лишнего не отрезаешь но и на раз получается вот целый лоток у меня получился вот этих обрезков причем с этих бедрышек я срезала еще реберные кости посмотрите я тоже не понимаю для чего я прекрасно знаю как должны разделываться бедра я понимаю что там разделывает наверно какая-то машина не человек руками понятное дело что мы покупаем когда курочку аккуратненько там ее разделываем тут же такое чувство как будто эти бедры грызли грызли представляете зубами потому что очень очень много мелких костей во вторых на каждом бедре я не знаю должно ли быть так но на каждом бедрышки еще была оставлена вот такая огромная целая жопа понимаете на каждом бедре вот эти огромные жопы вот они на каждом бедре были эти жопы я это все срезала все удалила посмотрите вот так я не знаю кто то есть во вторых очень много было вот эта кожа маленькая и много было загнуто тоже вовнутрь я вот когда это разделываю вот еще одна жопа я когда курицу разделываю вот тоже жир был загнут вовнутрь и это немного кожи и вот этот весь жир был загнут на вовнутрь и также реберные кости это помимо того что я смыла вот много вот таких вот я оставила вам показать мелких мелких костей я не знаю конечно бывают добросовестные производители вот эти ребра тоже на бедрышках бывают добросовестные производители которые этим не занимаются я же говорю у которых покупаешь нету как бы мелких костей нету вот этих не реберных нету не лишнего жира загнутого вот этого вот вовнутрь вот так в принципе мне все равно я даже не буду называть производителя потому что этим страдает ни один производитель и производители знают за собой этот косяк сейчас все очень очень дорого делается это для веса или для чего это еще делается чтобы не оставались отходы в принципе я всегда понимаю что если у вас остаются вот такие отходы выпускаете это в дешевый наверное дешевый фарш я помню взяла какую-то фирму не буду тоже называть вот так я просто эти бедрышки помыла и бросила на сковородку не срезала даже лишнего жирка потому что там ничего не было но целый лоток целый полный лоток вот этой вот ерундистики вот кожа и вот этот кусок жира который завертывается вовнутрь сейчас продукция конечно очень очень дорогая вот он также вот этот вот целый кусок жира который был внутри вот сейчас продукция куриная очень дорогая курица дорожает каждый каждый день и я вот не перестаю удивляться вот это вот этому вот что происходит потому что ты как бы тратишь деньги ты рассчитываешь на один объем продукта правильно вы же берете у вас продукт здесь 900 грамм понимаете и вот сколько тут вот взвесьте сколько тут этих отходов ну вот опять возмущению нет предела я уже конечно возмущалась очень очень жалко потому что курица сейчас не дешевая конечно может это кто-то и кушает вот у кого есть собачка вот это хорошо у меня собаки нет у меня кошка это не ест вот и продукции которая чисто разделывает разделку куриную очень очень мало таких производителей которые попадаются прямо чистенькие которые принесли помыли бросили на сковородку просто хотела вот опять вам показать кто-то меня спрашивал вот и хотела вам показать сколько отходов бывает и мне просто говорят вот курица это самое дешевое я вот к чему веду то что курица это дешевая дешевле купить кусок мяса без кости понимаете вот даже не бедра если вы купите курицу и вам понадобится мясо от курицы в курице еще больше костей по весу вот и все вот так поэтому выгоднее купить просто кусочек мяса чем покупать даже вот бедра представляете вот такая такие дела но ничего страшного как бы я с этим справилась это лишняя в принципе забота по разделке этой курицы я все лишнее срезала только единственное гривот вот реберные косточки тоже единственное мне тоже не понравилось что очень было много много костей мелких на бедрах может быть у них затупился нож вот этот вот разве что как-то курица там пускается и она рубится машиной я не думаю что там стоят люди и режут ее руками если конечно руками то это очень очень прискорбно что вот эти вот грязные вещи с волосами запихиваются во внутрь бедра раньше такого не было его и раньше можно было прям нему не мыть из упаковки достать и на сковородку бросить сейчас вот это не мыть вот этот вот кусок огромного жира который наверное грамм 100 весит больше чем это сама несчастная маленькая бедрышка заворачивают вовнутрь вот так что вот так